Участники, напоминаю, вам дается команда Хаджиме, после чего вы начинаете прохождение эстафеты. Вы перемещаетесь здесь приставным шагом, это важно. Здесь вы должны проползти либо на четвереньках, либо на животе. И только лишь после того, как вы проползаете последний барьер, вы встаете и пробегаете до финиша. Хаджимаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Хорошо. И теперь мы сейчас остановимся на моментах, за что судья может дать штрафные секунды. Значит, первое, ребят, когда вы перемещаетесь не приставным шагом, а каким-нибудь другим способом. Да, вот побежала. Итак, вот это у нас штраф 2 секунды будет сразу. Раджимаем. Итак, вот это нарушение. Сбитый предмет. Судья его сам на место быстренько ставит, поправляет, чтобы он не мешал прохождению дистанции. И потом к итоговому времени дается 2 секунды штрафного времени. То есть, время добавляется. Раджимаем. Если барьер будет у нас сбит, смещен, то это также 2 секунды штрафа и добавится это к итоговому времени. И судья быстро поправляет этот предмет, чтобы он не оставался в непорядке у нас. Раджимаем. Итак, фальшстарт у нас получился, но участник не прекращает прохождение дистанции и возвращается на финиш, передает эстафету. Но за фальшстарт также у нас добавляется 2 секунды штрафа. Раджимаем. Итак, участник проходит дистанцию и следующий участник, не дождавшись пересечения финишной линии, начинает прохождение эстафеты. И за это также у нас идет наказание 2 секунды к итоговому времени. Раджимаем. Итак, участник преодолевает первый барьер, но встает на ноги и здесь также неправильно преодолевает и финиширует. Хорошо, это у нас также 2 секунды добавляется к основному времени. Это штраф 2 секунды. Раджимаем. Итак, все правильно делает участник. Здесь все правильно. И в конце, при вставании, задевает барьер и финиширует. Также вот за вот это касание барьера у нас дается штраф 2 секунды. По пяткам чертим линию. Следующий спортсмен подходит и встает чуть-чуть назад. Хорошо. Также делает прыжок. Хорошо. По дальней пятке смотрим. Вот у нас здесь получается черта. Следующий. Пальцами подходит. Не удержался. И, естественно, мы смотрим по рукам. Вот это движение. В этом случае мы также смотрим по дальней точке, где у нас пятка располагается. Вот они все правильно сейчас делают. Смотрите, канат проходит здесь у них сбоку. Берется хват двумя руками. Да, какой там обратный, какой хотите, пожалуйста, никто. Спокойно, спокойно, не тянем. Вот у нас правильная позиция. Вот такая стартовая позиция не допускается. Ну и во время, конечно, тяги также не допускается, чтобы спиной участник стоял и тянул спиной к своим оппонентам. Широкими. Хорошо. Ножки здесь, голова поднята, руки вдоль корпуса натянулись, подбородок прижат. Вот это вот у нас хорошее падение. Вот это нарушение. Вот так ноги не должны быть сильно, да? Иначе это как противовес, и голова бьется о татами. Да? Вот это нарушение. Также вот это нарушение, когда у нас вот так вот сильно согнутые ноги, и также они забрасываются сильно назад. Йококеми. Правый бок. Итак, то же самое у нас. Ножки в таком же практически положении. Можно чуть-чуть согнуть. Можно чуть-чуть согнуть. Сильно не нужно. Голова прижата. Рука сильно не отведена. Вот это вот неправильная позиция. Да? Вот это вот у нас на грани, скажем так. Вот это идеально. Майокеми. Итак, полностью касается у нас все предплечье. От локтя до кончика пальцев. Голова, живот татами не касаются. Ноги хорошо расставлены. Такой мостик немножко такой как бы получается. Теперь ошибки какие могут быть. Никто не требует полного разворота на 180 градусов. Да? Он может быть чуть-чуть меньше. Это не является ошибкой. Ошибка будет, если... Матвей, так же делай. Если вы сделали и полностью легли на татами. Сделаем так. Хорошо. Давайте. Оп. Легли, легли. Прямо животом коснулись. Вот. Вот это у нас является ошибкой. Так не должно быть. Еще раз. Теперь вторая ошибка. Если сильно головой очень коснулись татами. Давайте сделаем. Оп. Да. Вот это вот тоже вот так же недопустимо. Вот это не должно быть. Голова должна не касаться татами. Понятно? Подними, Вань, голову. Да. Голову подними. Вот. Да. Должна быть вот такая позиция. Да. И не так же не должны касаться вот в таком положении. То есть опускаем. Опускаем, опускаем. Да. Вот у нас правильная позиция какая здесь должна быть. Для того, чтобы подготовить спортсменов к хвостикам, они завязывают на себе пояса. И судья закрепляет, цепляя за пояс, к хвостике. Смотрит за тем, чтобы кончики были одинаковые. Да. И смотрим так же, чтобы у второго участника было у нас все ровно. В равных условиях. Да. Спортсмены. Татами у нас должно быть ограничено 4 на 4. Но сейчас у нас такой возможности нет. Кто первый вытащил хвостик, тот и победил. Итак, судья дает команду. Ходжиме. Есть. Отлично. Объявляется победа. Но напоминаю, что у нас идет соревнование до двух побед. И назначается второй раунд. Первая оценка у нас идет так же, как в борьбе. Первый раз, когда вытаскиваешь, это в Азаре. Давайте. Ходжиме. Есть. В Азаре. И у нас счет становится 1-1. Только смотрите. Значит, вот у нас ограничение. Вот где вот эта вот линия. Да. И вот здесь вот. Все. За это не выходим. Хорошо. Готовы? Ходжиме. За линию не выходим. Есть. Первая Алина. Завязать пояс. Судья объявляет победителя. Вы делаете рей. Хорошо. И только после этого уходите с татами. Молодцы. Ходжиме. Матэ. Итак, один... Лежим, 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 лежим. Один из участников ложится и закрывает пояс тем, что он лег на спину. Это запрещено. Будет вынесено наказание Шида. Встаем. Ходжиме. Матэ. В случае, если оба участника не активно борются и не пытаются вытащить поясок, то дается предупреждение также Шида. Ходжиме. Матэ. Один из участников покинул рабочую зону. Также наказывается это предупреждением Шида. Ходжиме. Ходжиме. Есть. Матэ. Хорошо. Все, опускай. Это нормальный эпизод, когда один из партнеров упал на колено и второй быстро вытащил у него пояс. Эта победа засчитывается. По униформе. Вот это у нас, скажем так, классическая получается униформа для данных соревнований. Это белая футболка, белые штаны от дзюдоги и повязанный пояс. Допускается шорты можно использовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok